Константин Муха и Елизавета Золотарь уже долгое время разрабатывают и реализуют полезные проекты для нашего города. Среди них можно выделить ряд новогодних акций «Яркий я» для особенных детей, а также творческий цикл вечеров «Lights on», благодаря которому ребята могут самовыражаться. В 2021 году на конкурсе «100 идей для Беларуси» ребята победили в номинации «Лучшая бизнес-идея» с инновационным проектом «Custom Style». Проект заключается в том, что мы хотим создать творческий центр, куда человек может отнести свою старую вещь, допустим, вам не понравится ваша старая кофта, вы больше не хотите ее носить, а хотите, чтобы она была новая, усовершенствованная, например, с драконом. И мы вам нарисуем этого дракона, и вы не потеряете деньги, потому что это будет намного дешевле, чем вы приобретете такую кофту в другом месте. Это будет экологичнее. Помочь в реализации смелого проекта Константину взялась его напарница Елизавета, которая искусно рисует вот уже много лет. Благодаря слаженной командной работе ребятам и удалось взять заветную награду, а также получить признание среди своих коллег по лидерскому комьюнити. Во-первых, мне просто нравится рисовать, и вот Костя подсказал идею, и я исполняю заказы, то есть мне дают рисунок, и я уже ношу его на ткань, потому что я занимаюсь рисованием уже давно, и мне как-то хотелось попробовать что-то новое. К слову, юные таланты не гонятся за славой деньгами, они просто хотят сделать жизнь вокруг себя и жителей города лучше. Поэтому и проект Custom Style направлен в первую очередь на помощь людям. У нас есть такой девиз «Быть, а не казаться», и мы считаем то, что это все будет неспроста, и это как бы плюсик в карму нам, мы делаем благое, и нам все зачтется. Также молодежный дуэт Константина и Елизавета состоят в сообществе лидерского комьюнити города Бреста. Это группа, где молодежь города над Бугом может предлагать свои проекты по улучшению и развитию любимого города. И так как Константина и Елизавета в своих разработках большое внимание уделяют детям с особенностями в развитии, сообщество поддержало их и помогло реализовать инклюзивный проект «Яркий я». Проект, когда мы собирались все вместе, делали для детей с инклюзией утренники, можно сказать так, и потом после этих утренников мы собирались и вместе с ними рисовали картины, можно так сказать. А потом дальше создавалась выставка, куда приходили важные персоны нашего города, и они смотрели, и дальше они выделяли нам средства для того, чтобы мы могли купить этим детям тренажеры, для того, чтобы улучшить коррекционную работу. Город Брест богат на талантливых людей, и амбициозные ребята – яркое тому подтверждение. Уверен, что об их успехах мы услышим еще не раз.